Привет, дорогой! Настало время снова одевать свою шапочку из фольги. Да, снова, опять, потому что мы будем смотреть Рептилоид ТВ. Когда-нибудь задумывались, почему пельмени имеют форму шара с бороздкой из теста по окружности? А без особой специальной защиты, да, нам с тобой никак не справиться. Американские эксперты на прошлой неделе официально признали, что самое неубиваемое оружие производится именно в нашей стране. Нашу страну, да, Россиюшку я, конечно же, очень люблю. Но какие эти американские эксперты официально что-то признали, я ничего об этом не слышал. Замечательно, конечно, но один вопрос, кто были эти эксперты и почему у нас все еще нет пруфов. Наше оружие в огне не горит, в воде не тонет, причем в прямом смысле этого слова. Да, а это тогда что? It's on fire! В прямом смысле. Вообще, любое оружие горит в огне и тонет в воде, это как бы физика, если что. Обливание заряженного автомата водой и выбрасывание в снег. Да что там? Попытка раздавить сразу несколько заряженных пистолетов гусеницами танка весом в 54 тонны. Считайте, все это безумные эксперименты оружейных хулиганов. Ну все, пацаны, теперь я официально, да, оружейный хулиган. Мы бандито, гамстерито, мы костетто пистолетто. Или творчество хайпующих блогеров, в руки которых попали боевые стволы. И ошибаетесь. Перед вами мозговзрывающие официальные заводские испытания оружия в самых экстремальных условиях. Эээ, чего, блин? Вы как раз-таки только что показывали нам блогеров. Например, того же Мэтта с Demolition Ranch. И внизу даже остается подпись на того блогера, которого вы показываете. И при этом вы утверждаете, что это официальные тесты. С каких пор Мэтт стал делать официальные тесты оружия? Ведь мало кто знает, что только после успешного прохождения таких устрашающих краш-тестов пистолет, автомат или винтовка могут быть приняты на вооружение. По-моему, все об этом знают. Причем неважно какая это вещь. Оружие или телефон, холодильник, телевизор. Перед тем, как выпустить продукт на рынок, его необходимо испытать. Иначе будет просто зашкаливающее количество жалоб на брак. И, кстати, 2020 год оказался реально бракованным. This is fine. Ну вот тебе настоящая хорошая новость. 27 ноября в Airsoft трусишь и пройдет черная пятница. Так что, если ты ждал скидок, чтобы закупить себе цимку, то сейчас самое время. 27 ноября весь день и на все товары будет царский скидончик. До 40 процентов. До 40, Карл. Я, кстати, сам уже начал собирать корзину, чтобы в пятницу по-быстрому все оформить. Потому что, чтобы забрать самые топовые ништяки, нужно помнить, что на складе они не бесконечны. Тут как с предзаказами PlayStation 5. Кто успел, тот и съел. Кстати, скидки будут только в интернет-магазине. Ну и, разумеется, только один день. 27 ноября. Так что, не тупи. Ссылка на магазин по классике будет в описании под роликом. Ну а мы посмотрим, что там дальше у РЕН-ТВ. Сейчас вы видите самый распространенный способ проверить ручное оружие на неубиваемость в условиях, приближенных к боевым. АК-47 бросают в болотную жижу. Так, ладно, давай по порядку. Во-первых, это не АК-47, да? С этим разобрались, надеюсь, поехали дальше. Во-вторых, вы только что сказали, что будете показывать официальные тесты, а не оружейных хулиганов. Перед вами мозговзрывающие официальные заводские испытания оружия в самых экстремальных условиях. При этом у нас на экране блогер. Ну да, условия, приближенные к боевым. Так я себе их и представляю. Красавец ты мой. Окей, это Сайга стреляет после воды, но в этом нет ничего удивительного. Даже при всем моем отношении к АК, я понимаю, что он будет стрелять после воды. Это, по-вашему, серьезное испытание? Работает. Конечно, работает. А ты чего ожидал? Затем закапывают в песок. Ну да, ну да, условия, приближенные к боевым. Я каждый раз, когда на войну иду, да, я закапываю свой АК в песок, чтобы спрятать, чтобы Гуки его там не обнаружили. Ничего странного, просто проходите мимо, пожалуйста. А потом и вовсе привязывают к бамперу джипа и протаскивают на большой скорости по грязи. Ну тут вообще без комментариев, да, на любой войне АК привязывают к джипу, чтобы он сам стрелял, да, это нейросети, это искусственный интеллект, Илон Маск, как тебе такое, посмотри на это, да. И он протаскивается по грязи, все кайфуют, все Гуки падают. Угу. Да, конечно. После всего этого автомат, внимание, продолжает работать. Да-да, Рептилоид ТВ, мы тебе, конечно, верим. Но вот, если что, пруф с оригинальным видео, где в реальности калаш после такого свинства работ перестал, наглухо отказываясь стрелять. Не. Придется разбирать, снимать крышку с вольной коробки, затвор снимать, все очистить. И только после того, как он его промыл в болотной жиже, как вы, собственно, выражаетесь, он действительно начал стрелять. Но это равносильно чистке, то есть, да, после определенной чистки, когда вся грязь из него смылась водой, автомат стреляет. Но вот сразу после того, как его протащили по грязи, он стрелять отказывался. Немножечко монтажной магии, да, и все сразу работает, и можно сказать, что ничего и не было. После всего этого автомат, внимание, продолжает работать. Русское оружие не подвело. Тот же самый грязевой тест успешно проходит и американская AR-16. На секундочку, AR-16? Я таких не знаю, может, AR-15? AR-16. Блин, какие спайсы они курят, что даже не знают название оружия. И да, ARK таки прошла этот грязевой тест без всяких склеек и монтажа, здесь все показано правильно. Помимо безумных грязевых ванн, каждый боевой ствол, как этот Glock-19, должен пройти и вот такие водные процедуры. Да, наверняка должен, но точно не такие, ведь это очередной оружейный хулиган, да, блогер, который просто делает видео для своего канала, а никак не официальный оружейный тест перед тем, как выдать его на рынок. Возможно, конечно, что у них нет видео с официальных испытаний, хотя испытания ARK лежат в открытом доступе. Бери, смотри, вставляй свои видосы. Но даже если у вас нет подобных видосов, зачем вы показываете нам блогеров и говорите, что оружие испытывается вот так? Блин, не так оно испытывается. Но самое серьезное испытание для оружия, на котором, по словам специалистов, и происходит самое большое количество поломок и отказов, это тест в термобарокамере. А, ладно, понятно, ладно, я забираю свои слова, у них все-таки есть видео с официальных испытаний, может быть, стоило с них и начинать тогда? Оружие должно выдержать перепад температуры в 120 градусов, проще говоря, заморозку до минус 60, затем перенести 60-ти градусную жару и повторную заморозку. Это, если что, был оригинальный монтаж, если у вас после этих кадров случился эпилептический припадок, то сочувствую вам, у меня он тоже случился. Такая жесткая методика тестирования взята не с потолка, а из реальных боевых действий наших войск в Сирии. Не с потолка, да? То есть до Сирии мы оружие не испытывались, и тут случилась Сирия, и мы такие, ну, может, испытаем все-таки, да? В реальности любое оружие всегда проходило жесткие проверки перед тем, как отправиться на рынок, что в нашей стране, что в других странах. Это просто необходимо для того, чтобы в армии не было с ним проблем. Именно такие резкие перепады случались, когда самолеты с оружием на борту садились на авиабазы для дозаправки, а потом снова взлетали. А, я понял. То есть только поэтому стали оружие на это испытывать, потому что если ты вдруг сядешь на дозаправки, да, и оружие у тебя заклинет, ну, кошмар просто. Ты же прямо из самолета шмалять собирался. Извините, вы самолетом управлять умеете? Я могу. Блинские испытывают на температуры, на грязь, не потому что в Сирии воюют, и перепады температур огромные. Причем, блин, какие перепады температур в самолете-то температура не меняется. Вы же когда летите, да, на самолете, у вас температура в салоне одна и та же, нет никаких перепадов. Испытывают для того, чтобы можно было вести бой в условиях Крайнего Севера, в условиях Арктики, или в других местах, где случились заморозки. Да, если вот в Питере стало минус один, автомат все равно должен стрелять. Абсолютно не потому, что самолеты садятся для дозаправки, и перепад температур огромный. Только посмотрите, так минус 60 градусов переносит АК-47. Снова АК-47. Опять, дилетантство просто уровень бог. Если это похоже на АК, значит это АК-47. Любой автомат Калашникова по умолчанию становится АК-47. Такое ощущение, что текст для этого репортара составлял какой-то фанат КСГО, не иначе. Отлично. Я имею в виду, что он работал без каких-либо неисправностей, без каких-то сбоев. Великолепно, прекрасно, восхитительно. АК работает без каких-либо проблем. Но только если это правильно смонтировать. А если мы возьмем оригинальный ролик и посмотрим его, то здесь у АК появляются какие-то проблемы. И нормально стрелять он после заморозки отказывается. Рептилоид ТВ снова склеила кадры между собой, и все замечательно пашет. Но, блинский, это не так. И зачем это делать? Почему не показать какую-то проблему? Ведь в реальности АК потом действительно стал стрелять, и стрелять стал без проблем. Но задержка выстрела у него действительно была. И это нельзя отрицать. Это факт просто. Зачем его скрывать? Ну да, выставить наше оружие еще лучше, чем оно есть. Но, блин, наше оружие действительно хорошее. Многие подумали, что после моего ролика про АК я ненавижу АК и все, что с ним связано. Нет, это далеко не так. Я ненавижу концерн Калашникова, который клепает одно и то же на протяжении многих лет. Но автомат Калашникова сам по себе хорошее оружие. И с этим сложно спорить. Поэтому я не вижу никакой логической причины врать, а тем более обманывать телезрителей. Но ошибочно думать, что всем такое по плечу. Кстати, странно, что они не показали АК, ведь у него в контейнере еще и она была. И у нее была тоже задержка перед стрельбой. Что было бы очень кстати, ведь можно было сказать, что смотрите, пиндосовское говно заклинило, да, а ОК стрелял. Магии монтажа можно сделать и не такое. Но действительно странно, что они это не показали. Почему с зарубежными образцами вооружения нередко происходят такие казусы? А наши чаще всего отлично переносят перепады температур. И еще одно высказывание, которое взят с потолка. У любого оружия встречаются проблемы. Как у нашего, так и у зарубежного. Как из-за перепадов температур, так и от грязи. Это сложно отрицать, если ты здравомыслящий человек. Но давайте-таки послушаем, может они нам сейчас расскажут, с помощью чего наше оружие стреляет без задержек. Очевидно, с помощью монтажа. Сегодня мало кто знает, но впервые подобные испытания в термобарокамерах проходило оружие нацистов в годы Второй мировой. А, ну все понятно. АННРБ, Четвертый рейх, нацисты на темной стороне Луны и все по секретным документам. Именно тогда и только в нашей стране появилась новая секретная методика тестирования оружия. Только сегодня, только у нас по секретным документам новые испытания оружия, а все остальные, видимо, с палками бегают и свое оружие не испытывают. А вот американские оружейные краш-тесты чаще напоминают шоу и делаются в рекламных целях компаний-производителей популярными блогерами. А, ну правильно, у тупых пиндосов оружие испытывают блогеры. Ну тупые. Я, в принципе, так себе и представлял. Зачем нормально проводить испытания оружия, если можно отдать его блогерам, и они тебе все испытают. Окей. Посмотрите, у этих парней задача испытать на прочность заряженные пистолеты Хайпоинт, Десерт Игл, Револьвер Смиттен Вессон и автомат Калашникова под гусеницами танка. Приходят, значит, как-то к Мэтту морские котики и говорят ему «Браток, братишка, дружище, с детства за одной партой испытай, пожалуйста, для нас эти пистолеты, да, вот это оружие для нас испытай, потому что Министерство обороны, гадское, проклятое, не хочет его испытывать, и оно не стреляет. Проверь, пожалуйста, для нас. И скажи, хуроши это оружие или нет? Так они себе это представляют или как? Кажется, это Калаш, это он хрункнул. Кажется, у вас Калаш захрустел. Хайпоинт тоже погнуло. А вот простенькому Смиттен Вессону и увесистому Десерт Иглу удалось выжить под весом в 54 тонны, и они снова в строю. А, ну кайф, принимаем на вооружение тогда, тест пройден. Блогеры решили проверить, можно ли расширить калибр 9-миллиметрового карабина Хайпоинт выстрелом в его ствол пули калибра 12,7 миллиметров. И об этом их попросило правительство, не иначе, потому что нормальные тесты там не делаются. Логика, конечно, железная. Блогеры решили выяснить, чье оружие более живучее, наших конструкторов или американских. Окей, давайте посмотрим, чье оружие живучее, так сказать, будем просвещаться. Посмотрите, прежде чем заклинить, пылающий как дрова в камине АК успевает выпустить 895 пуль. Окей, запоминаем эту цифру, 895 выстрелов. Это хороший результат, АК действительно показал себя во всей красе. Надежное оружие, ничего не скажешь. И да, я говорю это без сарказма, если что. А это уже AR-15. После 830 выстрелов и очередной перезарядки происходит неожиданное. Ствол AR-15 попросту разрывает. Так, AR-15 сделал 830 выстрелов и случилась неприятная оказия разорвала ствол. Но, тем не менее, результаты до максимального отстрела плюс-минус одинаковые. И по итогу одно и другое оружие не сильно отстает друг от друга. Но если говорить по существу, ARK, конечно же, тест проиграла. Ведь, во-первых, был разрыв ствола, а во-вторых, и отстреляла она меньше. А Калаш он потом почистил и он продолжил стрелять. То есть, АК безоговорочно выигрывает данный тест. Поздравляю. А теперь один маленький нюансик. Данный тест проводит блогер. Блогер живет в США и, соответственно, у него американская сайга. Не российского производства, а американского. Она выдерживает целую кучу выстрелов, после чего клинит, а потом продолжает стрелять. А теперь переносимся в Россию, где официальный тест от концерна Калашникова. Автомат не выдерживает и 600 выстрелов, после чего у него нахрен разрывает ствол. У нас разрыв ствола. И вот здесь у меня возникает один интересный вопрос. Да, автомат Калашникова надежное оружие. Пиндосы показали, что он стреляет 895 выстрелов, после чего клинит, а если почистить, то продолжает стрелять дальше. Тогда почему автомат, сделанный в России, не может застрелять и 600 выстрелов, после чего случается разрыв ствола? Да здесь разорвало ствол. И если сравнивать официальный тест от концерна Калашникова и Р-15, то Р-15 так и побеждает, потому что у нее разорвало ствол после 830 выстрелов. Получается, на официальном тесте российского оружия российское оружие таки уступает американскому. Причем как Р-15, так и АК, который был сделан в Америке. Получается, мы что это, разучились сделать оружие? Это как-то реально грустно. При этом ролик от концерна Калашникова официально висит у них на канале. То есть они даже не скрывают это, а гордятся этим, говоря, что посмотрите, как много выстрелов. Нет, немного. Намного меньше, чем американское оружие. Причем, повторюсь, как с Айга, так и Р-15. После таких тестов может показаться, предела живучести Калаша практически нет. Нет, вот он, предел живучести. У нас разрыв в стволах. Менее 600 выстрелов, судя по официальным тестам. Но это всего лишь миф, ведь многие автоматы этого семейства, произведенные на коленки в бывших странах соцлагеря, сыплются уже после нескольких магазинов. Как вот эта румынская версия АК, которая не смогла выдержать и 200 выстрелов подряд. То есть они буквально говорят, то, что сделано в России, это отличные калаши, то, что сделано за рубежом, плохие калаши. Да, есть плохие модификации, сделанные за рубежом, но только что мы увидели, что русский калаш стреляет намного меньше, чем американский. Соответственно, не все копии, произведенные по лицензии, одинаково плохи, а некоторые и превосходят оригинал. Здесь, кстати, есть еще один забавный момент. Многие фанбои АК говорят то, что вот в России делают правильный АК, да, а вот там плохой АК, вы не понимаете, это другое. Но вот на примере показанных тестов мы видим то, что русский АК стреляет менее 600 выстрелов, а американский стреляет более 800 и при этом даже ствол не разрывает. Так что какой АК лучше судите сами. Все это, конечно, очень смешно, да, мы тут с тобой посмеялись на славу, похохотали, вот такая у нас тут юмореска, да, кламбур случился, просто юрмала настоящая. Но в реальности это очень грустно, потому что нам очередной раз втюхивают какую-то парашу, пытаются кормить нас говном с ложечки и говорить, что это вкусненько, это йогурт, накушай, дорогой, будешь здоровым и сильным. Но, блин, зачем нам нужно общество, которое не понимает, где правда, где ложь? Зачем обманывать граждан своей же страны? Нам правда есть чем гордиться. У нас есть разработки, есть оружие, которым стоит гордиться. О нем стоит знать, о нем стоит рассказывать. Но почему-то вместо достоверной информации нам вешают на уши какую-то дичь, и мы должны это хавать и причмокивать. Печально все это. Вот лично ты, если не хочешь быть так же обманут телевидением или любым другим медиа, изучай историю нашей страны и гордись реальными достижениями. А у меня на этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok